Привет, друзья! Сегодня просто шикарный декабрьский день, зима. Вот такие соседи у нас. Такое вот, сейчас покажу вам, прекрасное место. Надеюсь, меня слышно хорошо, потому что здесь немножечко ветерок. Вопрос следующий. Речь о том, что девушки боятся перекачаться. Девушки боятся, что их квадрицепсы будут большими. И почему, и как это происходит? Выходя плавно из предыдущей темы, где мы с вами говорили о применении фармакологии, вот в чем кроется основное зло. Запомните, девчонки, запомните, как то, что вам нужно чистить зубы утром и вечером. Если вы не принимаете мужских гормонов, вы никогда, как бы тяжело и сильно вы не тренировались, не станете похожим на мужика. Вы не станете мужеподобным. Вы не перекачаетесь. Посмотрите на современную действительность. Даже парни, которые тренируются, даже немножечко принимают мужские гормоны, не могут перекачаться. Они сейчас выглядят, как девочки многие. Почему сейчас так популярна вот эта тема унисекс? Почему одежда подходит большинству сейчас и парней, и девчонок? Почему мы не видим вот этих половых различий в теле, которые должны быть, которые должны быть видимы? А вы переживаете, что вы девушка, занимающаяся спортом, занимающаяся поднятием отягощений, станете мужеподобной? Да никогда вам просто этого не удастся, даже если вы поставите перед собой такую цель. Поверьте, поставьте вот перед собой цель, попробуйте перекачаться. Это нереально. А когда вы видите девочку, выступающую спортсменку, у которой перекачаны квадрицепсы, будьте уверены, она принимает фармакологию. Если вам какая-то фитоняшка, и вот именно такую фитоняшку хочется назвать фитоплядью, извините за выражение, потому что она впаривает вам дичь. Нельзя, не используя фармакологию, накачать попу махами. Да хоть обмахайтесь и улетите, как стрекоза. Девочки, поймите уже, наконец, одну простую истину. Занятия с отягощениями сделают вас только более стройными, если вы придерживаетесь грамотного правила питания. Эти занятия сделают вас более сексуальными. Эти занятия улучшат не только ваше внешнее состояние, но улучшат и ваше самочувствие во время цикла, предминструальный период. Нужно это понимать, нужно это осознавать и принять. Никогда вы не перекачаетесь, если вы не используете фармакологию. Приседайте, поверьте, спортивное тело – это всегда красивее, чем какой-то мешок с костями или какой-то кусок сала. Почему я привел два этих разных примера? Да потому что красота посередине, красота – это не худоба, худая корова, еще не газель. Красота – это не кусок сала, красота – это мышцы. Да, именно мясо делает вас, девчонки, красивыми. Если мужчину мясо делает брутальным, даже если у него есть немножко жирка, то вас с сексуальными, красивыми, с спортивной точки зрения, с современной точки зрения делает именно масса мышечная. И когда я говорю мышцы, когда я говорю мышечная масса, все представляют сразу себе перекачанных мужиков, либо тех девчонок, которые выходят на сцену и имеют такие ярко выраженные мышцы, ярко выраженные кубики. Всего этого вам не нужно, и вы этого не достигнете. Как бы тяжело вы не тренировались. Девчонки, тренируйтесь тяжело. Запомните, кардио – это развод для лохов. Это развод ваших инструкторов на то, чтобы сильно не париться с вами, не учить вас грамотно приседать, делать становые тяги, подтягиваться. Кто из вас, девчонки, подтягивается? Кто из вас отжимается от брусьев? А все мои ученики проходят через это. А те, кто не проходят, я с теми даже не работаю дальше. Они сами отсеиваются. Мне не нужны люди, которые приходят в зал и хотят не работать тяжело, а хотят получать удовольствие лежа в тренажере. Поверьте, тренажеры все можно просто взять и выбросить. Тренажеры – это дополнение, это помощь, уже когда вы набрали определенный силовой фундамент. Если вы будете просто, девчонки, запомните, делать два упражнения за тренировку. В одну тренировку вы будете приседать и отжиматься от брусьев, а в другую тренировку вы будете делать становую тягу и подтягиваться. При этом грамотно питаться. Вы будете самой стройной, самой подтянутой, красивой, сексуальной. У вас будет самая лучшая ягодичная мышца. Она будет твердой, плотной, она поднимется вверх, уберет за собой вот эти боковые места, галифе так называемые. И то же самое, если вы парень. Если вы будете делать то же самое, те же два упражнения в одну тренировку и те же два упражнения в другую тренировку, грамотно питаться, вы будете самым большим, самым мощным, самым сильным из тех, кто начал с вами тренироваться и не использует фармакологию. Но что интересно, вы построите такой силовой фундамент, и это сейчас касается и парней, и девчонок, которые помогут вам в дальнейшем, если вы захотите шагнуть на сцену профессиональных выступлений или любительских соревнований. Это даст вам такой большой залог, такой большой фактор преимущества, что вы просто будете поражены. Не нужно строить свои тренировки разнообразно. Друзья, как и питаться не нужно разнообразно. Питаться нужно, главное, чтобы получать все питательные вещества. Если это однотипно и за дня в день одинаково, не страшно, если вы получаете все необходимые вам питательные вещества. То же самое в тренинге. Минимализм гораздо лучше и качественнее, чем максимализм. Когда вы хотите сделать все и сразу, поработать на всех тренажерах, вы не сможете просто сосредоточиться на одном векторе движения. Ведь согласитесь, работать грамотно в двух-трех, максимум в четырех упражнениях гораздо легче отслеживать свой прогресс. Гораздо легче следить, растет ли ваша сила. Если растет сила, при грамотном питании будет расти и мышечная масса. И будут пережигаться жиры, если вы не кушаете перед сном. Друзья, это у меня была такая сегодня разминка. Не отключайтесь, потому что время немножечко заканчивается. Я сейчас должен пойти к Алис Эллой. И мы, возможно, сделаем для вас сейчас еще тоже прямой эфир. Следите или на моем канале здесь в Инстаграм, или на канале Нутрика Боди. Но я вам обещаю, что этот ролик, который мы сейчас будем записывать с девчонками, а Элла выступающий профессиональный спортсмен, одна из очень ведущих спортсменок. Начала тренироваться, начала выступать в 40 лет только. И вообще, в принципе, пришла в тренажерный зал. До этого занималась гимнастикой, всегда была спортсменкой. Но об этом уже в следующий раз. Спасибо, что смотрели. Извините, что не отвечал сегодня на вопросы, которые вы мне присылали здесь онлайн. Обязательно продублируйте их в стационарных постах, потому что это видео будет здесь через 24 часа удалено. Я не успею просмотреть все ваши вопросы. Если у вас есть серьезный вопрос, на который вы хотите получить ответ, напишите его в комментариях на моем YouTube-канале. И это с гарантией будет, что вы получите ответ. Либо здесь, в Instagram, под любым постом. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Тренируйтесь, питайтесь грамотно, продуктивно. И тогда будет результат. По-другому никак. Думайте всегда головой. Всем пока. Скоро уже увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok